Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленные! Благословенно имя Господне! Дорогая, я рад, что ты сегодня здесь, и мы можем вместе поговорить о Господе. Вначале хочу поблагодарить наших партнеров, благодаря которым мы можем выходить в эфир. Дорогая, мы разбираем 102-й псалом. Мне очень нравится, что в этом псалме мы видим сердце царя Давида. На иврите это будет Давид Мелех. Господь сказал, что Давид был человеком по его сердцу. Ты можешь придумать более хороший отзыв Бога о себе? Это так прекрасно. Люди, изучающие Писание, знают, что Давид был неидеальным. Это правда. Да, у него были свои трудности, свои грехи. То есть он не был идеальным. Так почему же он был по сердцу Бога? Читая его псалмы, мы видим, что он очень честен с Богом. Он рассказывает ему о своих нуждах, о своих мыслях и ничего не скрывает. Вот что такое сердце, стремящееся за Богом. Это все, что ему было нужно. Это правда, и отсюда видно, как Бог любит человечество. Вот Давид, несовершенный человек, который отдал свое сердце Богу. Бог так сильно полюбил его и сказал, что он человек по сердцу Бога. Кстати, Иисуса из всех персонажей Библии больше всего отождествляли с Давидом. Мы продолжаем говорить о Давид Мелехале, царе Давиде, на примере Псалма 102. Библия говорит, что Давид был человеком по сердцу Бога. Кстати, чаще всего в Библии Иисуса ассоциировали именно с Давидом. В конце книги Откровения Иисус говорит, я скоро приду, я потомок Давида. То есть есть что-то весьма особенное в царе Давиде, в его жизни. И чтобы взглянуть на сердце Давида, на его отношения с Хошемом, с Богом Отцом, мы разбираем 102-й Псалом, потому что там находятся важные принципы для нашей жизни. 102-й Псалом начинается с таких слов. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». Затем Давид говорит, я не забуду ни одно из твоих благодеяний. А потом, до конца Псалма, Давид перечисляет все те благодеяния, которые Хошем даровал ему в жизни. Поскольку Давид знал об этих преимуществах, он мог благодарить за них Бога, фокусируясь на том, что у Него есть, а не на том, чего у Него нет. В жизни Давида было много трудностей, но при этом его отношение не изменилось. Он был благодарным за все те блага, которые Отец Небесный вылил на его жизнь. А я пытаюсь помочь нам с вами внести некоторые коррективы в отношения нашей души, потому что слишком многие из нас попались в ловушку разочарования. Мы фокусируемся на том, что идет не так, вместо того, чтобы быть благодарными. И изучая эти благодеяния Бога, которые перечислены в 102-м Псалме, и замечая те самые блага, которые Бог даровал Давиду в своей жизни, осознавая все эти блага, мы можем исправить что-то в своей душе и выйти из состояния уныния, разочарования или недостатка, чтобы ходить в хвале и в благодарении. Как я уже говорил ранее, я никогда не забуду одного человека в моей жизни. У него было множество проблем и трудностей, но когда я спрашивал у него, «Как ты, брат?», он всегда отвечал, «Лучше, чем я заслуживаю». Представляете? Это правда. Все мы в жизни живем лучше, чем мы того заслуживаем. Мы не заслуживали быть созданными. Это был дар Божий для нас. А если бы Бог давал нам с вами то, что мы заслужили, то мы были бы уничтожены и мучились бы в аду и во тьме. Итак, давайте продолжать. На прошлой неделе мы говорили о том, что Давид благодарил Бога за прощение его беззакония. Это третий стих. Затем он благодарит Бога за избавление его жизни от могилы. Ну, а сегодня мы переходим к пятому стиху. Обязательно пересмотрите предыдущие выпуски. Они стоят вашего внимания. Они помогут вам внести некоторые коррективы в свою жизнь, чтобы вы могли жить на полную, скажем так. Итак, пятый стих говорит, «Давид насыщает благами желание твое». Или насыщает благами годы твои, если дословно. Обновляется подобно орлу юность твоя. Хочу прокомментировать этот стих. Тут Давид сконцентрирован на двух вещах. Во-первых, Бог насыщает наши годы благами. Возможно, вы смотрите нас сейчас, и дьявол загнал вас в ловушку горечи, и вы думаете, «Какие блага есть в моей жизни?» Возможно, вы уже пожилой человек, и вам сложно находить общий язык с другими людьми, или дети посещают вас очень редко. Возможно, у вас что-то болит. Я понимаю, что это очень сложно. Но Библия говорит, что вы можете все в укрепляющем вас Иисусе Христе. Бог призвал нас ходить в радости и с благодарным отношением. Возможно, вам сейчас непросто, но я хочу, чтобы вы на минуту забыли об этом и подумали, «А принес ли Бог что-то хорошее в мою жизнь?» Но разве Он не создал вас? Разве вы не идете на небо? Разве в вашей жизни никогда не было ничего приятного? Когда-нибудь вы ездили в отпуск? Когда-нибудь кто-нибудь вас любил? Кто-то был когда-нибудь добр к вам? А хорошая ли у вас семья? Нравилось ли вам играть на улице, когда вы были ребенком? Нравится ли вам смотреть на прекрасное Божие творение? Нравится ли вам еда? И вообще, остались ли у вас вкусовые рецепторы? Вы можете видеть, есть ли у вас отношения, которые вас радуют? Задумайтесь. Есть ли в вашей жизни какие-то приятные вещи? Все, что приносит нам радость и удовольствие, все приятные чувства и ощущения – это дар от Бога. Это дар от Небесного Отца. И мы должны реагировать на Него благодарностью. Мы должны отвечать на Божьи дары благодарностью. Бог благ, Ему важна наша ответная реакция. Помните, Иешуа рассказал историю о десяти прокаженных. Он исцелил десять, но только один вернулся и поблагодарил его. Иисус спросил, а где же остальные девять? Разве они не были исцелены? Думаю, это характерная черта всего человечества в целом. Только десять процентов населения благодарят Бога за все те блага, что Он приносит в их жизнь. А если вы хотите видеть больше Божьей благости в своей жизни, благодарите Его за то, что Он уже сделал. Ну, давайте теперь переключим свой взгляд с негативного на позитивное. Это наш выбор. Мы сами решаем, какими мы будем – благодарными или огорченными. Итак, номер один. Давид был благодарен Богу за все добрые дары, которые Тот принес в его жизнь. Спасибо ему за то, что Он насыщает благами желание мое. «Обновляется подобно орлу юность моя». А что значат эти слова о том, что наша юность обновляется подобно орлу? Возможно, вы сидите и думаете, «Ну, моя юность не обновляется подобно орлу». Я говорю о людях в возрасте, которые сталкиваются с возрастными трудностями. Такого не было, когда вы были молодыми. Возможно, у вас упало зрение или что-то еще. Я все понимаю. Библия говорит, что внешний человек наш ветшает. Об этом писал Павел. Итак, внешний наш человек ветшает, а внутренний обновляется день за днем. А ваш внешний человек обновится после встречи с Богом. Это произойдет очень скоро. Речь идет о том, кто мы с вами на самом деле. Настоящие мы — это не наш внешний человек. Это не наши волосы, не наши глаза, не наши руки. Все это обвешает. Мы оставим эти тела здесь. И сейчас обновляется не ваш внешний человек. Хотя Бог временами восстанавливает наши тела, но речь идет о вашем внутреннем человеке. Если вы действительно следуете за Господом, если вы пьете живую воду Духа Святого, о которой говорил Иисус, если вы действительно следуете за Богом в духе и в истине, то ваш внутренний человек обновляется. Давид благодарит здесь Господа за то, что он обновляет его юность, подобно орлу. Недавно я посещал одну свою подругу. Ей уже 91 год. Да, она старенькая. Она живет с Господом уже более 50 лет. Представьте, полвека. Но всякий раз, когда я вижу ее, кажется, что она спаслась только на прошлой неделе. У нее всегда есть новая радость, новое откровение, новое проявление Духа в ее жизни. Она не перестает жаждать Бога. И в свои 91 год, как только я вошел в ее квартиру, то сразу же увидел росу небес на ее лице. Да, ее волосы посидели. И да, она едва ходит. Да, она постоянно сидит дома и никуда не выходит. Но при этом небеса видны прямо на ее лице. В ней есть мир, юность, красота. Я вижу это. Глядя на нее, я сказал себе, я стал свидетелем реальности Божьего Слова. Истина для тех, кто поставил Бога на первое место. Он стал их уделом. Даже когда наши волосы посидеют, даже когда нам будет за 90, мы будем обновляться день за днем. Так наша юность будет обновляться подобно орлу. Дорогие мои, Божьи обещания – это реальность. Вы можете ухватиться за них уже сегодня. Те, кто хотят угодить Богу, должны верить, что Он есть и что Он вознаграждает каждого, кто усердно ищет Его. Вы будете следовать за Богом? Я вам обещаю, если вы последуете за Ним и поставите Его на первое место в жизни, то Он никогда вас не оставит. И как Иисус сохранил лучшее вино на конец свадьбы, так и лучшие годы вашей жизни будут в самом конце, потому что сила Божия будет действовать в вас все сильнее и сильнее день ото дня. Она будет работать над вашей душой. Душа придет в единство с Богом, и хотя ваш внешний человек ветшает, ваш внутренний человек будет обновляться и подниматься в силе. Просто примите это верой. Эта страна находится в Карибском море. Более 10 миллионов человек живут среди коррупции, бедности и магии Вуду с многовековой историей. Я говорю о Гаите. Говорят, что более 200 лет назад люди пообещали служить богам Вуду, если те помогут им одолеть французских захватчиков. Возможно, именно из-за этого рабства они живут сегодня в глубокой бедности без надежды на светлое будущее. Я спросил у Господа, как я могу помочь этим людям. Во время Крусейда Господь сделал множество исцелений и чудес. Каждый день мы видели проявления бесов в детях. Они терзали и мучили детей. Одна девочка, которой было всего 11 лет, сильно зацепила мое сердце, и мы горячо молились за ее освобождение. «Сатана, тебе здесь не место. Пошел прочь. Выходите все во имя Иисуса. Да, да, все до одного. Аллилуйя. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог благословит тебя, милая». После того, как бесы оставили ее, по лицу побежали слезы, и она обнимала нас Синтией. Мое сердце радуется ее свободе. Господь явил ей Свою любовь. Давайте продолжать. Шестой стих. Давайте посмотрим на другие блага. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Своим Иисею, сынам Израилевым, дела Свои. Если мы посмотрим на Слово Божие и на все то, что Бог делал для Авраама, Исаака, Иакова и других патриархов, то мы заметим, что Бог, Ютхей Вавхей, Бог Израиля, который показывал себя сильным в жизни древних пророков и патриархов нашей веры, делает все то же самое сегодня для своих детей. Вот что означает, что Он показывал Свои пути Моисею и помогал обиженным. Мы прочитаем это место еще раз, и я расскажу вам хорошую историю. Он показал пути Своим Иисею, сынам Израилевым, дела Свои. А в предыдущем стихе мы читали, «Господь створит правду и суд всем обиженным». Приведу вам современный пример, который недавно произошел в моей жизни. Он о том, как Бог показывает Себя, как Он показывал Себя Моисею, и как Он помогает обиженным. Много лет назад мы в нашем служении решили сфокусироваться на том, чтобы нести откровение об Иешуа, Мессии, народу Израиля. И Господь дает мне все больше возможностей бывать во Святой Земле. Бывая там, я стал сильнее ощущать неприятие всего еврейского общества, моих братьев по крови. Иисус был евреем. Но Библия говорит, что Иисус пришел к Своим, а Свои Его не приняли. Иисус сказал нам в Евангелии, «Если они отвергли Меня, то будут отвергать и вас». Еще Он сказал, что близится время, когда вас будут выгонять из синагог. Хочу сказать вам, что я еврей, и я пережил все это на себе. Я столкнулся с отвержением со стороны других евреев, и это было очень серьезно. Вы даже не представляете, какая это редкость, чтобы еврей не просто поверил, но и смело проповедовал еврейскому народу, что Иешуа Хамашех является исполнением мессианского пророчества, что Он тот, о ком писал Моисей, и тот, о ком пророчествовал Исаи в 53 главе. Он тот, кого Даниил называет сыном человеческим. В мире очень мало таких евреев, как я, которые смело проповедуют, что Иешуа — это исполнение Танаха, Торы, Ветхого Завета для еврейского народа. И чем чаще я стал бывать в Израиле и общаться с евреями, проповедуя им об Иисусе, тем я стал все большим сталкиваться с отвержением и порицанием. И от этого мое сердце наполнилось скорбью и печалью. Иногда мне становится очень грустно, когда я думаю обо всех тех евреях, которых я люблю, включая даже мою плоть и кровь. Даже они отвергают меня из-за моей веры в Иисуса. А вы знали, что любой еврей из любой части мира может навсегда переехать в Израиль, если может доказать, что он действительно потомок Авраама, Исаака и Иакова? Иными словами, если ваши родители евреи, то вы можете совершить алию в Израиль. Прежде всего, важна национальность вашей мамы. Но если ваш отец еврей, то это тоже подойдет. Оба моих родителя — евреи, и как-то моя жена захотела узнать о корнях всей нашей семьи и заставила меня отправить мою ДНК на специальный веб-сайт. Результаты теста показали, что я на 100% европейский еврей. То есть я еврей на все 100%, но я единственный тип еврея, который не может совершить алию в Израиль и получить там гражданство. Любой другой человек, если он сможет доказать свое еврейство, может переехать в Израиль и мгновенно получить гражданство. Но вот я исключение. Их закон гласит, если вы еврей, который верит в Иисус, то вы больше не считаетесь евреем, потому что вы обратились в другую религию. Я не обращался в другую религию. Я еврей. Иисус, еврейский мессия, Он висел на кресте с надписью «Царь Иудеев над головой». И Он вернется, как лев из колена Иудина. Так говорит книга Откровения. Я не обращался в другую религию. Я принял еврейского мессию. Но как Иисуса отвергали евреи, так они отвергают и меня, и других подобных мне. Это вызывает у меня боль и печаль, и сейчас я чувствую это сильнее, чем когда-либо. Итак, мы говорили о том, что и сегодня Бог являет Себя нам так же, как когда-то Моисею. И Он все еще помогает обиженным. Недавно я сидел у себя в студии. Расскажу небольшую предысторию. Когда я в последний раз был в Израиле, мне вручили один подарок. Я служил там. Кто-то подошел ко мне после служения и подарил мне терновый венец. Такой венец, который был на Иисусе, когда Он висел на кресте. Это символ того, что Он был брошен. Писание говорит, что Иисусу не поверили. И поэтому Он был брошен и оставлен всеми. А вот что символизировал этот венец на Его голове. Итак, после служения мне подарили такой венец, но я сказал, что не могу взять его с собой, потому что у меня нет места в чемодане. И эти люди отправили мне его по почте. Я получил его недели две назад. А всего несколько дней назад я решил взять и повесить этот венец на дверь на входе в мою студию. Итак, я повесил его на дверь, а потом пошел снимать программу для вас. И в тот же день, когда я повесил этот венец на дверь, сразу после съемок, дверь офиса открылась, «И знаете, кого я там увидел?» Того человека из Израиля, который присылал мне этот венец. Он приехал в Штаты, чтобы повидаться с родными, но захотел заехать к нам. В тот же день, когда я решил повесить этот венец на дверь, человек, подаривший мне его, пришел ко мне в офис. Знаете, о чем мне это говорит? «Бог здесь. Он здесь и сейчас. Я был подавлен, а он сказал мне, страдать за меня — это привилегия, и я дал ее тебе». Этот венец — символ этого страдания. Он утешил меня, показав, что я страдаю так же, как страдал когда-то Иисус. Писание говорит, что мы имеем привилегию не только царствовать с Ним, но и страдать вместе с Ним в этой земной жизни. Вы должны знать, что Бог в вашей жизни может быть таким же реальным, как и в жизни Давида. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне на следующей неделе. Мы продолжим разбирать Псалом 102. Бог любит вас, и Он желает и дальше открываться вам, и Он будет открываться нам, если мы откроем Ему наши сердца и продолжим искать Его всей силой, всем сердцем и всем разумом. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас. И до встречи через неделю. Пусть Бог обильно благословит вас. И шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом Свидетельства Своего. Сегодняшний выпуск был заключительным в серии 102-й Псалом, первый сезон. Если вам понравилась эта серия и вы хотите её приобрести, заходите на наш сайт. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнёром. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнёром в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовестовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию и Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. Когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансы. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова